На праздник бега в Нижний Новгород царовские легкоатлеты приезжают ежегодно. На этот раз спортивная школа «Икар» заявила на соревнования сразу две команды. На пути к призовому месту саровчанам предстояло преодолеть сложную дистанцию. По итогам соревнований команда мальчиков «Дюшикар» заняла второе место в своей группе. Было тяжело. Команда сильная. Мы проиграли курсантам. Соперник был силен, но мы в следующий раз обязательно их выиграем. А вот команде девочек повезло немного меньше. На финиш они прибежали третьими. Спортсменки признаются, что в этом году им достались сильные соперницы, поэтому бежать было сложнее. Хотя отрыв от лидеров соревнований и составил всего несколько секунд. Было обидно, потому что мы рассчитывали на более лучший результат. Мы все молодцы, мы хорошо выступили. Просто, может быть, были какие-нибудь моменты, где нужно было поднажать сильнее. Всего в Дне эстафет приняли участие 200 команд со всего региона. Победителями и призерами стали 66 команд в 11 группах. От школьников до сильнейших коллективов физкультуры Нижегородской области. Главным событием спортивного дня стал 92-й легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и правительство Нижегородской области. Эстафетный бег – это же очень интересно, с палочкой передавать команду, командный дух. Больше такого нету нигде у нас. Ну и считай, как первенство в области было. Ну, все города Нижегородской области. Уже весной воспитанники спортивной школы ИКАР вновь отправятся в Нижний Новгород на ежегодный легкоатлетический забег на призы правительства Нижегородской области. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.